Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня понедельник, 5 февраля, и стартану любовная лихорадка. В любовной лихорадке много чего поменяли, об этом сегодня, конечно же, поговорим, но всё-таки самое привычное занятие осталось неизменным. Мы также можем ходить на королевскую химическую кампанию, также мы вылутываем эпический контейнер персонажами 60-го и выше уровня, насколько я правильно помню, и в момент получения эпического контейнера открываем его, и, быть может, нам повезёт, и выпадет ракета, а именно сердцеед Х-45. Желаю вам в этом удачи. Дневной первый поход где-то 1% шанса, а всё остальное 0.03%. Короче, шансы малы, но я в вас верю. Место проведения такое же, Штормград или Аргримар, но теперь она находится не в городе, а за городом. Давайте слетаем туда и посмотрим, что там происходит. Я уже, конечно, сделал кучу квестов, я получил знаки любви, а именно 166 штук. Имеются новые награды, поэтому знаки любви, конечно же, нужны. И собирать их разными персонажами, конечно, намного выгоднее, чем собирать всё на одну. Раньше тут всё находилось, а теперь нет. Теперь мы должны вылететь из нашего основного города. И тут нас будет ждать просто куча разных мобов. Можно даже изначально потеряться немного. Но взгляните, как в 2024 году улучшили праздники, а именно любовную лихорадку. Палатки, портальчик в живописное место. Короче, куча-куча всего интересного. Делая квесты, новую квестовую цепочку, мы получаем много знаков любви. И эти знаки любви... Я застрял. Мы вымениваем на различные награды. То есть имеется маунт за 270. Не самый, конечно, кайфовый, но всё же для коллекции пойдёт. Потом игрушка, питомец, игрушка, ещё одна игрушка. Квестлайны можно делать разными персонажами. За квестлайн получаем более сотни знаков любви. Поэтому почему бы не напрячь твинков? Думаю, мы салюту поняли. Также добавлены новые достижения. Давайте их рассмотрим. Первое. Пожертвуйте 70 тысяч золотых консорциуму ремесленников на ярмарку подарков. То есть просто мы должны, грубо говоря, вдонатить 70 тысяч голды ради того, чтобы получить достижение. Сделаем это. Гальвий, моб, который за альянс принимает голдишку. Жертвуем. Что ж, что делать остаётся? Сделано пожертвование. Мы даже получаем прогресс в торговую лавку. Никаких знаков любви мы не получаем. Ничего не получаем. Но в чатике сразу сообщение о том, что вау, мы пожертвовали. И не только мы. Окей. Следующее достижение. Это посыль на любви. Мы должны доставить все перечисленные подарки милым гостям на дымящихся озёрах. В тот момент, когда мы сделаем немного квестлайна, вот этот вот моб рядом с порталом, Габбо, будет давать Дейлике. Сегодня Дейлик прокнул на седые холмы. В тот момент, когда Дейлик прокнет на дымящиеся озёра, как я правильно понимаю, мы сделаем какие-то определённые критерии. И я надеюсь, что оно будет прокать нормально. Потому что если всё будет прокать плохо, то, может быть, в течение одной любовной лихорадки это даже и не сделается. Короче, посмотрим. Первый день ещё мало информации слишком. Пожалуй, самое главное изменение любовной лихорадки это то, что теперь нет никаких чудесных браслетов-оберегов. Знаки любви мы можем получать только за квестлайн, за Дейлики и за ежедневное убийство королевской химической компании с вот этого вот эпического контейнера. Грустновато, но что поделать. Занимаемся сразу же всеми активностями с первого дня. Не теряем времени. Время – наш самый ценный ресурс. На этом всё. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok